привет с вами школа имплаенс меня зовут иван залев и в этом уроке мы с вами ребят поговорим о создании общего файла в котором могут работать несколько человек о совместной работе в одном файле поехали у нас есть какой-то файл и мы начинаем работу знаем что будет несколько человек над ним работать что нам нужно сделать для начала нам нужно сохранить все этот файл давайте сохраним его назовем его тестовый проект рабочий стол и сохраню сохранить ждем пока загрузится сохранится точнее наш тестовый проект какие наши следующие действия если мы хотим чтобы над этим проектом работал два человека таня и ваня допустим совместная работа нажимаем и нажимаем совместная работа выбираем каким образом мы хотим работать над этим файлом либо через нашу локальную сеть настроенную как-то либо через интернет с помощью бин 360 либо через облачка либо через сервер выбираем в нашей сети ok теоретически можно попробовать также работать таким же способом через dropbox и другие облачные диски но не всегда там все стабильно работает но работать можно так вот у нас есть таня и ваня мы они ждут скорее бы начать работать время мы нажали эту кнопочку тем самым начали подготавливать файл для совместной работы сейчас нам нужно создать рабочие наборы для тани и для вани рабочий набор это набор элементов с которыми ребята будут работать если какая-то модель уже есть допустим есть какой-то обмерный план и можно его кому-то отдать чтобы он с ним мог работать но нашем случае нет ничего никаких элементах новых нет есть два стандартных рабочих набора что в них засунуто в общие уровни сетки засунутые уровни и оси так как оси меня нет то засунуты только уровни а в рабочий набор один засунуты все элементы которые были бы созданы если бы это файл не пустой он сейчас тоже пустой мы создаем новый рабочий набор в котором будет работать два человека человека два набора в которого будет работать два человека называю по именам тани и ваня нажимаю ok сделать рабочий набор вани активным ну да давай сделаем все мы сделали настроили рабочий набор и создали теперь нам нужно файл сохранить как проект и вот сейчас ключевой момент не забудьте в параметрах обязательно поставить галочку считать модель из хранилища после сохранения она поставилась автоматически но обязательно проверяйте что после того как вы настроили рабочие наборы вам нужно сохранить файл как модель из хранилища нажимаем ok количество резервных копий можете сделать поменьше но я делаю вообще-то и чтобы менее не засорялся мой рабочий стол нажимаю ok и нажимаю сохранить принципе все можно приходить можно закрывать этот файл в этом файл мы больше не не пойдем за этом файле все что нужно уже сделано это файл хранилище закрываем и теперь что мы делаем как то не или же вани открыть этот проект и в нем работать открывать именно этот проект именно этот файл не нужно вот он на рабочем столе мой тестовый проект именно этот файл открывать не нужно нужно действовать по-другому заходим в ревит я вот как ваня захожу в ревит нажимаю открыть нахожу файл на рабочем столе тестовый проект и ставлю галочку создать новый локальный когда я ставлю эту галочку и нажимаю открыть ревит создает локальную копию этого проекта где-то у тебя в документах где именно можно посмотреть в настройках вашего ревита то есть посмотрим где это у меня файл параметры где же это файл вроде путь помолчаем для пользовательских файлов ну вот он вот сюда сохранить поэтому файл открыть проект тестовый проект галочка стоит то есть это будет создан новый файл ревит который будет отправлять информацию в наш тестовый проект нажимаем открыть если мы посмотрим вверх то увидим что написано тестовый проект нижнее подчеркивание иван так называется мой файл и он находится в документах где-то на документах сейчас я искать тесты проект иван вот он находится этот компьютер документы вот на 253 мегабайта то есть это реальная копия этого проекта но в котором эта копия в которой буду работать я из которой я буду передавать информацию файл хранилище точно то же самое делает это не вот и теперь давайте разбираться совместной работой с настройкой рабочих наборов и так далее давайте выберем все рабочие наборы кроме вани и сделаем их нередактированы что это такое вообще у рабочих наборов есть три статуса статус номер один это наш рабочий набор для того чтобы сделать на рабочий набор нашим нужно поставить да в столбце редактируем и тогда появится владелец иван под подпись наша если второй статус если у файла стоит редактируем вам нет и владельца не заполнен это пусто это свободная рабочий набор которым можно себе присвоить если хочешь и работать в нем но рабочие наборы общие уровни сетки и рабочий набор номер один оставим так как есть не будем их забирать они могут использоваться допустим для передачи некоторых файлов из одного рабочего набора в другой рабочий набор вот и и третий статус это когда в редактируем у нас стоит нет и владелец другой человек это чужой рабочий набор и того повторяем наш рабочий набор свободно рабочий набор и чужой рабочий набор данный момент тани еще пока не открыла свой рабочий набор Поэтому она не является владельцем Но давайте за Таню зайдем и станем владельцем Жмем ОК Вместо кнопочки Сохранить Мы используем кнопочку Синхронизировать Этим самым мы отправляем информацию в файл хранилища Который находится на рабочем столе Про все эти кнопочки мы поговорим дальше Сейчас просто нажмем ОК При этом ничто не мешает нам нажать на кнопочку Сохранить И сохранить изменения, которые мы вносили Допустим в наши рабочие наборы К нам в документы Вот я сохранил Перейду в окошко от Тани Нажму Открыть Евротестовый проект Создать новый локальный Нажму Открыть Пока разверну Когда мышка перестанет вращаться И Тане нужно выбрать свой рабочий набор Потому что Ваня Это не ее рабочий набор Заходит на совместную работу Заходит в рабочие наборы Выбирает Ваня Выбирает Таня Да То есть она присвоила себе Рабочий набор Тане Оставила два свободных И вот он чужой рабочий набор С редактируемым нет И владельцем Иван Это мой рабочий набор Ну то есть не моя Это рабочий набор чужого человека То есть три статуса Мой рабочий набор Да И я владелец Чужой рабочий набор Нет И владелец другой человек И свободный рабочий набор Нет И пустое место Вместо владельца С этим вроде бы Все должно быть просто Нажмем ОК Сделался рабочий набор Таня активный Revit предлагает нам Переместить Таня вниз То есть мы будем создавать Все новые элементы В рабочем наборе Таня ОК Все, теперь у нас есть Тестовый проект Нижнее подчеркивание Таня И если переключимся Тестовый проект Иван Можно сделать Следующим образом Не очень удобно Но зато Сразу видно Двух человек Что у нас там по плану есть Рабочий набор мы создали Файл хранилища закрыли Создали локальную копию И выбрали рабочий набор Про статусы рабочих наборов Поговорили Я напомню Что такое рабочий набор Во-первых По интерфейсу Давайте пройдемся Что нам нужно знать Для совместной работы Внизу На панели состояния Находится кнопочка Которая дублирует Кнопочку на вкладке Совместные наборы Нажимая на нее Мы переходим В рабочие наборы В которых мы можем Забирать себе Чужие рабочие наборы Либо же отказываясь от них И видеть Какие наборы Кому принадлежат Можем Менять Текущий рабочий набор Но Там всегда должно быть Ваше имя То есть Лучше всего делить На рабочие наборы По именам Вот у меня остается Таня Здесь остается Ваня Что касается Интерфейса Остальных кнопочек Чтобы Отдать информацию В файл хранилища Нам нужно Синхронизироваться С ним Для этого Используются кнопки Синхронизировать С файлом хранилища Она есть И слева В право На панели Быстрого доступа Но там Не очень видно Здесь она Как раз таки Очень наглядно показано Синхронизация Изменения параметров При нажатии на эту кнопочку Появляется такое меню Где можно изменять Параметры Передачи файлов Мы их разберем подробно И немедленно Синхронизация Если мы нажмем Обновить до последней версии То мы Информацию из нашего файла В файл хранилища Передавать не будем Мы просто заберем Все из файла Хранилища себе Что там За выходные Наделали наш товарищ По работе Нажмем Обновить до последней версии Но изменения отсутствуют Это нам Ревит пишет Ревит часто подсказывает Нам кстати Чего Вообще происходит Поэтому читаем сообщения И разбираемся Что еще По интерфейсу Где находится Рабочий набор Всегда в свойствах элемента Даже у фасада Есть рабочий набор Вид, фасад И так далее Этот рабочий набор Не совсем То Я про него не рассказывал В принципе Не вижу смысла В это углубляться Просто Но сейчас стоит галочка Пользовательский То есть это то С чем мы работаем А есть еще Рабочие наборы Семейств Видов И стандартов проекта Мы с этим столкнемся Позже И на практике Уже это будет понятнее Чем я сейчас теорию Буду вам объяснять А вы ничего не будете понимать Просто знайте Что в свойствах Каждого элемента Всегда можно увидеть Рабочий набор И не путайте Что внизу Не свойства элемента Внизу Рабочий набор Который активен Все элементы Созданные новые Будут принадлежать Этому набору Но все существующие элементы При выделении Находится Их рабочий набор В свойствах И написано Что редактирует Кто-то Если не написано Что кто-то редактирует Значит это Свободный Рабочий набор Если написано Что редактирует Там Иван или Таня То это будет У нас тогда Заимствован Рабочий набор Вспомнил это слово То есть видите Сейчас редактирует Иван Хотя рабочий набор Вид Мне не принадлежит Это называется Я стал заемщиком У этого Рабочего набора Что такое заемщик Я сам когда разбирался Достаточно Не очень понятно было Что такое заемщик Зачем это нужно И вообще Но обо всем по порядку Пока просто понимаете Что если я Редактирую элементы Свободного набора Либо чужого набора То я становлюсь Заемщиком Допустим если я Сейчас перенесу Какой нибудь уровень 2 На 3 500 Выше Я могу это сделать Потому что Набор Общий Рабочий набор Общий уровень И сетки Он Свободный И я могу его Перенестить Но в этот момент Если я вернусь Рабочий набор И посмотрю На этот рабочий набор То увижу Что в заемщиках Появился я Почему? Потому что я изменил Один элемент Из этого набора И все Теперь я являюсь Заемщиком Для этого Рабочего набора Вот так мы становимся Заемщиком Когда берем Элементы И двигаем их Свои Чужие Или Свободные Хорошо Давайте поговорим Про Давайте создадим Уже геометрию Потому что Дальше будет Просто ненаглядно Дальше будет Уже ненаглядно Иван Его задача Создать Стены Выбираем Инструмент Стены И начинаем Рисовать Рисуем Творим Не увлекаемся Это всего лишь Стены Если Ваня Хочет Это все Передать Тане Он нажимает Синхронизировать И Окей И вот видите Галочка стоит Заимствованные элементы Это как раз таки Наш Наш уровень На южном фасаде Если мы сейчас нажмем Окей То Если стоит галочка Заимствованные элементы Передадутся Снова станут доступными Для редактирования Всем остальным членам Нашей команды Вот вижу 3500 Нажимаю на уровень Рабочий набор Общего уровня Сетки Редактирует Никого То есть я сбросил С себя Этот статус Заемщика И если я зайду В рабочие наборы То я вижу Что У меня в заемщиках Общих уровней Сетки Теперь нет После синхронизации Этот статус С меня Ушел Но давайте все таки Вернемся В режим Двух окон И включим 3D виды 3D вид 1 3D вид 2 Для того Чтобы Таня Вот она Таня Получила информацию От Вани Ей нужно нажать Синхронизацию После того Как Ваня Нажал Синхронизацию Сам То есть Ваня говорит Таня Я синхронизировался Давай Ты можешь Синхронизироваться Таня нажимает Хорошо Нажимает Синхронизироваться Нажимает Ок И сейчас У нее появится Что-то Да У нее появилась Вся та же геометрия Что Ваня создавал Он говорит Ваня отлично Я все получил Спасибо И теперь Мы можем приступить К теме Которая называется Экран совместной работы Это Экран Который создан Для допства И понимания Где какой Рабочий набор В принципе Внизу написано В каком рабочем наборе Мы создаем Но Какой элемент Какому рабочему набору Принадлежит Кто С ним сейчас работает Непонятно Если у вас команда Больше чем 2 человека Там 3-4 Вообще запутаться Можно Для этого В Revit Для того чтобы не запутаться Были созданы Специальные Графические отображения Для Отображения Статуса владения Владельцев Обновления моделей И рабочих наборов Давайте по порядку Во всем Статус владения Показывает Ваш этот рабочий набор Или чей-то чужой Если ваш То цвет будет зеленый Если чей-то чужой Цвет будет красный Включаю Включаю У Тани Так как Таня Ничего еще не создавала То ее Цвет красный Ничего зеленого нет Кнопочка внизу Рядом с лампочкой Показать статусы владения И я вижу Что все что я Вижу Это зеленый Это мое Еще есть Серый цвет Такой Это Никому не принадлежащие Элементы То есть рабочие наборы Свободные Дальше Следующий вид отображения По владельцам То есть если в этом случае У нас Есть даже может быть 10 человек Я и 10 человек Это будет Два разных лагеря Вот я Зеленый А 10 человек Все красные Без разницы Там кто на чем работал Все будет красным Для примера давайте Создадим уже Пусть Таня создаст Перекрытие Архитектура Перекрытие Таня рисует Перекрытие Рисует она В рабочем наборе Таня Ничего не нарушает Так Переходит на 3D вид И видит что Вот он зелененьким Подсвечивается Ее перекрытие Для того чтобы Перекрытие оказалось У Вани Он говорит Ваня я перекрытие Сделала Ваня такое Отлично Давай его сюда Таня нажимает Кнопочку Синхронизация Нажимает Окей И происходит Синхронизация С файлом Хранилища Ваня говорит Ну что синхронизировал С файлом Хранилища Таня кричает Да давай Может тоже Синхронизироваться И Ваня в свою очередь Нажимает Синхронизация И окей И к нему прилетает Перекрытие Которое красное цвета Потому что оно ему Не принадлежит Если он выделит Это перекрытие То увидит что Рабочий набор Таня И редактирует Таня То есть Не передвинуть Ничего он с ним Не может Следующий режим Владельцы В нашем случае У нас два владельца И особой разницы И не будет У нас будет Столько цветов Сколько владельцев У нас два владельца Два цвета И серый Для тех У кого владельцев нет У Тани То же самое Владельцы Обновление модели Обновление модели Тут не все Так просто Давайте Сделаем так Что Таня Обновит Форму перекрытия Давайте Что-нибудь Такое Быстренькое Изменить Одно Какой-нибудь Балкончик Дорисуем Дорисовали Балкончик Готово И Не всегда же делать Каждую минуту Синхронизацию Обычно Работают так Более-менее Автономно И иногда Синхронизируется И чтобы понять Паралель Синхронизируется Или нет Если Таня Сейчас Синхронизирует Своё перекрытие С файлом Хранилище А Ваня Не хочет Синхронизироваться Очень часто Но если надо Он всегда готов Это сделать У него Подсвечивается Элемент Который был Изменен Синим цветом Если таких элементов Становится много Ваня понимает Что пора уже Синхронизироваться Чтобы Актуальность модели Своей поддерживать Иначе потом Вообще Не разберется Где что А не нажимает Синхронизировать Ок Все Отлично Синий цвет ушел Синий цвет больше нет То же самое Будет работать Для Тани Если Ваня захочет Изменить какую-то Свою стену Если он построит Новую К сожалению Она там Не отобразится И рабочий набор Это разделяет Каждый рабочий набор На цвета Сколько рабочих наборов Столько и цветов В принципе Все понятно Но Если работаете Так как я говорю вам Мы делим объект По людям А не по захваткам Как могли бы Допустим Этаж 1 Это один человек Этаж 2 Это второй человек Этаж 3 Это третий человек Мы так и называем Этаж 1 Этаж 2 Этаж 3 Нет Этот подход Он Там больше Возможности ошибиться Мой подход Самый простой Элементарный Один рабочий набор Один человек Все понятно Все просто Поэтому Мы будем Большую часть Времени С вами Проводить Показать статус Владения Для начала Для изучения Несоместной работы Тоже Тоже Разобрались Выбрали Выбрали рабочий набор Таня У Тани Рабочий набор Таня У Вани Рабочий набор У Вани Если мы нажмем То у Вани Активный рабочий набор Редактируем Иван А у Тани Таня И два свободных набора Общий уровень Сетки И рабочий набор Один Хорошо Что еще следует сказать Про окно Рабочий набор Следует сказать Что Заемщика Вы уже видели Что когда Вы начинаете Пользоваться Элементами Других рабочих наборов Вы становитесь Их заемщиком Если вы не поставите Да Но по этому Поговорим позже И осталось Разобраться С остальными Столбцами Открыт И видимый Если я захочу Зачем-то Выключить Таня Рабочий набор Слово совсем Выгрузить Из Ревита Таня Рабочий набор То есть Я в проект Проективании Нахожусь Мне не нужна Ее геометрия Вообще Ничего не нужно Я нажимаю Таня Нет И в этом случае Все что делала Таня Выгружается Вообще Просто И этого нет Теперь В моем файле Я работаю Только со своей геометрией И этого нет Даже если нажимаю Показать скрытые элементы Она просто Выгружается Из модели Возвращаемся В рабочие наборы Включаем Да А вот галочка Видимый На Мы просто Выключаем Видимость Допустим Таня Перекрытие Нам видеть не надо Но при этом Нажимая на галочку Показать скрытые элементы Мы увидим Перекрытие Мы его сейчас не видим Видимо Я что-то там Не доделал Так Убираем галочку Показать скрытые элементы Не работают Но в этом случае Элемент реально скрыт Он не выгружается То есть Это точная информация Так Перекрытие Нет Перекрытие Тут конечно же Не будут ничего показывать Нам Напоминаю Открыт И закрыт Это полная выгрузка Из вашего проекта Другого рабочего набора А галочка Видимость Это включение Отключение видимости Нажимаем ok И переходим в режим Статуса владения Итак Разберемся Наконец-таки С синхронизацией Итак Что же это Такое Синхронизация Перейду-ка Я на обмерный план Раз Обмерный план Два Статус владения Вижу зеленым У Ивана Его стены И Иван Создает еще Создает 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 В общем работает Парень Что-то Что-то Создавал Криво-косо На то Он и Иван Нажал Таня Синхронизирует Давай Расставляй Корректируй меня А Таня Расставляет Мебель То есть У нее задача такая Вот перекрытие Она сделана Будет мебель Расставлять Я нажимаю Синхронизация И пишу Комментарий Доделал Блин Это крыша По контуру Вообще Все сбило Убираю Синхронизация Изменения Параметров Пишу Доделал Перегородки С галочками Сейчас краски Будем разбираться Нажимаю ОК И Таня Тоже После вашего Крика Синхронизируется ОК И у нее Появились Новые стены Так как Таня Ставит мебель Ей нужно Выровнять стены Она смотрит Что вы что там Кривовато Наделали И она хочет Их пододвинуть Но Когда она хочет Подвинуть стену Она не может Это сделать Потому что Эта стена Принадлежит вам Это ваш активный Рабочий набор Но она может Разместить запрос Типа Да я изменю стену А потом Верну ее тебе Снова И Размещает запрос Разместить запрос Закрыть И у Вани В этот момент Рядышком С его Рабочим набором Справа Появляется Такая кнопочка Запросы на редактирование На вкладке Советная работа Она тоже есть Но Давайте привыкнем Здесь нажимать Всегда проверяйте Смотрите И тут запросов Будет Таня Нажимаем Раскрываем Раскрываем Смотрим Можно попросить Показать Показывает нам Ревит Если мы согласны Что Эту стену Можно отредактировать То Нажимаем Снова на Таню Предоставить И закрываем И теперь Мы видим Что Эта стеночка Перекрасилась Зеленой И ее статус Стал Такой Что мы Заемщик У Ваниного Рабочего набора Дедактирует Таня То есть мы стали Заемщиком Именно этого Одного элемента Не всего Рабочего набора А именно Одного элемента И мы можем С ним В принципе Делать все Что захотим Давайте его Перетащим Вот Перетащили И все Дальше мы Говорим Ваня Окей Ладно Я хочу с тобой Синхронизироваться То есть я Из правила Внесла комментарий Без проблем Давай Таня Подходит Нажимает кнопочку Синхронизировать И в этот момент Галочка Заимственные элементы Отозначает Эту самую Перегородку И если я Сейчас ее Оставлю То перегородка Вернется К Ване И ее Заново Нужно будет Тоже Если Таня Захочет Еще раз Ее перенести Заново Попросить У Вани Разрешение На это И на кнопочку Разрешить И сейчас И цвет И цвет Не изменился Мы по-прежнему Можем Именно эту стену Менять А Вани Она будет По-прежнему Красной И он Не сможет Ее Сам Изменить Потому что Ему Нужно Будет Просить Разрешение У Тани Чтобы ее Изменить Наоборот Вот такая Вот система Заимствования Чужих Элементов Из чужих Рабочих Наборов И да Комментарии При синхронизации Желательно Оставлять Если вы Делаете Что-то Серьезное Что касается Свободных Элементов Допустим Иван Нарисовал Парочку Стен И сказал Что В принципе Я не я Делайте с ними Что хотите Как он Это сделал Он Выделил Стены И в их Свойствах Рабочий набор Сделал Рабочий набор Один Вот Дедактирует Иван То есть Сейчас они Зеленые Только потому Что я Я являюсь Заемщиком У рабочего Набора Один Вот такой Момент Что Пока вы Не освободите Себя От этого Клима Заемщик То Оно будет Вашего цвета А чтобы Основодиться Нужно Синхронизироваться И поставить Галочку Заимствованные элементы Пожалуйста С меня снимите Пусть уже С ними Разбираются Другие люди Нажимаем ОК Заимствование Снимается Так А это Что Рабочий набор Иван Но Какой-то Глюк Синхронизируюсь Да Что за Рабочий набор Один Давайте откроем Рабочие наборы Рабочий набор Один Это свободный Рабочий набор Он никому Не принадлежит Поэтому Таня Когда Захочет Синхронизироваться Синхронизироваться Всегда Эти наборы Наборы Может подвигать Но как только Она подвинет Этот рабочий набор Он станет Она станет Заемщиком Этого Этого элемента Рабочего набора И когда она Только Синхронизируется Тогда Он снова станет Не ее Не ее Вот такая Катаваси С этими стенами То есть Каждый элемент Можно забрать Себе Если он Никому не принадлежит То есть Свободный набор Себе Можно забрать Себе Допустим Выделяет Рабочий набор Таня И теперь Эта стена Будет вечно Ее Потому что Мы выделяем Ее И в свойствах Читаем Рабочий набор Тани И редактирую Таня Все Этот рабор Уже принадлежит Сна Принадлежит Ей То же самое Со второй Стены Берем Таня Дальше Работа с Несколькими Рабочими наборами Давайте Загрузим Мебель Какую-нибудь Уже Пара Допустим Диван Ну раз диван Попал Ване Пусть будет У Вани Вот я В рабочем Наборе Ване Создаю Несколько Диванов Они Подкрашиваются Зеленый Цвет Потому что Они мои Я могу Редактировать В любой Момент Если Допустим У нас есть Какой-то Сотрудник Который Ужал В отпуск Или Уволился И мы Хотим Его элементы Беспрепятственно Редактировать То мы Должны Добавить Допустим Рабочий набор 1 Да Редактируем Для себя Но Не делать Его Активным То есть Мы будем Работать Все Новые Элементы Будут Создаваться Под Ником Под Рабочим Набором Ваня Но Все Элементы Рабочего Набора Рабочий Набор 1 Будут Нам Доступны Для Редактирования Нет Вот В рабочем Наборе 1 У нас Пока Ничего Нет Но Давайте Все Таки Сделаем Рабочий Набор 1 Элементы Созданы В этом Режиме Сейчас Будут Перенадлежать Рабочему Набору Номер 1 Нажимаем Да Так и Есть Возвращаемся В режим Ваня И Синхронизируемся Чтобы Таня Тоже Появилась Эта Мебель Нажимаем Файл Ой Прошу прощения Синхронизация И пишем Комментарии Добавил Диваны И вот Появилась Галочка Рабочие Наборы Семейств То есть Это Семейство И они Принадлежат Рабочему Набору С названием Своего Семейства И нажимая На галочку Мы Заимствование Которое Происходит Происходило Бы У нас Если бы Мы Убрали Да У Рабочего Набора 1 Немножко Непонятно Но нужно Поставить Нет Я стал Заемщиком Элементов Которые Поставил В коридоре Вот эти От себя Диваны Держат Рабочему Набору 1 Редактиру Их Я Я хочу Урать Свои Имя Отсюда Чтобы Они Стали Не Моими Именно Поэтому Я Поставил Рабочий Набор Номер 1 Нет Нажимаю Синхронизировать И отпускаю Рабочий Набор Семейства Которое Заимствовало Вот Они Стали Белыми То есть Они Никому Не принадлежат И никем Сейчас Не Редактируются Если Таня Сейчас Синхронизируется То Она Увидит Похожую Картина Вот Они Диваны Вот Они Белые В принципе Их можно Свободно Перемещать Как только Ты начинаешь Перемещать Элемент Ты становишься Его заемщиком И он Становится Твоего Активного Цвета То есть Я Переместил Два Дивана Все Но я Не хочу Чтобы Теперь Они Были Я был Заемщиком Этих Элементов Потому что Если Ваня Захочет Сейчас Переместить Эти два Дивана То он Не Сможет Их Переместить Потому что Они У него Стали Резко Красными Потому что Как только Один человек Начинает Работать С элементом У себя Другой Человек Не может Работать С этим Элементом Даже Если Человек Работает Не Со Своим Рабочим Набором Таня А с Общим Рабочим Набором Рабочий Набор Один Но Как Освободить Эти два Дивана Когда Вы Переместили И все Больше Вам Не Нужно Их Использовать Перемещать Вы Синхронизируетесь И Заимствованные Рабочие Заимственные Элементы Галочка Если Стоит Вы Значит Как На ладошке Отдаете Вот Эта Галочка Значит Что Я Отдаю Все Что Я Редактировал Не Своё Вот Подвинула Диваны Нажимаем ОК Ждем Пока Все Произойдет И Пора Боже Вам Сказать Что За Вторая Синхронизация Чем Она Отличается И так Далее А вторая Синхронизация Делает Все То же Самое Но Без Возможности Поставить И убрать Галочки То есть Варианты По умолчанию Которые Предлагает Вам Синхронизация И изменение Параметров Это И есть Немедленная Синхронизация То есть Там По-любому стоит Галочка Для Снятия Зависимости Но не Сто процентов Вы этого Не знаете То что По умолчанию Настроено То Немедленная Синхронизация Происходит Если Вы хотите Снять Или Поставить Галочку То есть Оставить Себе Элемент Чтобы Он Был У тебя Либо Отдать Его На совсем Что Я Больше Не трогаю То Нажимаем Первый Вариант И Расставляем Или Убираем Галочку А если Нам Мы можем Либо нажать Немедленная Синхронизация И наши Диваны Подвинулись Либо мы Можем Давайте Подвинем Сами Диван Станем Заемщиком Либо мы Можем Сейчас Вот Перейдем В окошко Тани На вкладке Совместная Работа Синхронизация Обновить До последней Версии Иван Отправляет В файл Хранилище Своё Новое Положение Дивана А Таня По-быстренькому Синхронизируется Через Совместная Работа Обновить До последней Версии Так как Таня Все это Время Ничего Не делала Изменения Никаких Файлов Хранилище Дать не может Хорошо Идем дальше То есть Работу С одним Набором Мы Разобрали С несколькими Наборами Мы разобрали Даляется запрос Он нажимает на него Предоставляет Разрешение Закрывает Закрывает И Таня Становится Заемщиком Этого элемента Как это Определить Во-первых По цвету Потому что Цвет стал зеленым А во-вторых По свойствам Рабочий набор Ваня Редактирует Таня То есть Таня Заемщик У Вани Если Рабочий набор Совпадает Средактирует Значит Этот элемент Создан Вами В вашем Рабочем наборе И он Принадлежит Вам Вот А если Это не совпадает Значит Вы являетесь Заемщиком Либо У Свободных Радикалов Назовем их так Свободных Рабочих Наборов Либо У Существующих Живых Людей У чужих Наборов Вот Таня Поправляет Как Нужно Потом Нажимает Синхронизировать Если Хочет Восставить Возможность Синхронизацию Этого Дивана У себя Галочку Заимественные Наборы Убирает И Сможет Потом Если что Диван Еще Именно Этот Один Диван Подвинуть А если Говорит Что Все Уже Сто Процентов Не Буду Выдвигать Галочку Ставит Пишет Диван Еще Один Подвинуло Ок Какие Еще У нас Бывают Моменты При Совместной Работе Что Нужно Знать Передача Элементов Чужой Рабочий Набор Допустим Что Может Произойти Что Нам Понадобиться Передать Элемент Чужой Рабочий Набор Допустим Вы По Умолчанию В Тане Вот Выбрали Тане И Создали Диван Это не Совсем Показательный Пример Нет Это Не так Вопрос У нас В чем Передача Элементов Чужой Рабочий Набор Типа Ну Тань Теперь Диваном Будешь Заниматься Только Ты То есть Я не хочу Тебя Каждый Раз Заимствовать Чтоб Ты Ждала Давай Я тебе Просто Его Отдам Вот На Недельку Или Навсегда И ты Будешь Делать С ним Все Что Захочешь Это Будет Твой Личный Диван В твоем Рабочем Наборе Как Передать Элемент Туда Передать Элемент В чужой Рабочий Набор Может Только Собственник Этого Рабочего Набора У которого Стоит Да И Собственник Что Это Значит Вот И Ваня Да И Владелец Вот Только Владелец Рабочего Набора Может Изменить Рабочий Набор Элементов Я Выбираю Диван И В свойствах Пишу Что Выбираю Что Это Будет Тайный Рабочий Набор Вы Сейчас Владеете Элементами Но Ваш Файл Стоял Перед тем Как Редактировать Элементы Необходимо Обновить Работу До Последней Версии Помните Таня Тут Редактировала Диван После Этого Насинхронизировала А я Забыл Синхронизироваться Своей стороны И поэтому Ревит Начинает Ругаться 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 С этими Сообщениями Поэтому Читайте Их И Обновляйте Синхронизируйтесь Почаще Все Что Я Сейчас Делал Вот Тут В свойствах Рабочий Набор Не имеет Смысла Вот Сейчас Именно Я Нажимаю На Диван Выбираю Танюша Привет Рабочий Набор Сейчас Отправится К тебе Пока Он Зеленый У меня Потому Что Я Стал Его Заемщиком Не потому Что Я Стался Его Собственником И Дальше Я Нажимаю Синхронизация И Заимественные Элементы Уже Этот Зеленый Заимественный Элемент Я Отправляю Таню Он Летит В файл Хранилище На склад Будем Говорить Будем Назвать Это Склад И Таня Должна Со Склада Она Нажимает Синхронизация Можно Даже Немедленно Потому Что Особых Изменений Таня Из этого Время Не Сделала Смотрим На этот Диван Все Рабочий Набор Таня Редактирует Таня Значит Мы Стащи Выполнили Мы Передали Элементы Из одного Рабочего Набора В другой Рабочий Набор Хорошо Посмотрим Еще Рабочие Моменты Которые Встречаются В нашей Работе Мне кажется Слишком много Слова Работа Говорю Ладно Детактирование Рабочего Набора Вида С элементами Понятно Диваны Стены Перекрытия Тут В принципе Все Ок Разобрались Но Как быть С видами Ведь Есть Еще Размеры Есть Еще Масштаб Вида Детализация Как Как С этим Работать Если Один Человек Поменяет Поменяется Либо Другого Что Вообще Происходит Давайте Разберемся Обмерный План Вид И Таня Захотела Изменить Образмерить Давайте Начнем С Аннотации У меня В плане Немного По другому Но я Решил С Аннотации Начать Таня Начинает Образмерить Параллельно Образмеривает Образмеривает И мы видим Что это Темно-зеленый Такой цвет Получается Значит Таня Или Заемщик Или Собственник По идее Вроде Должна быть Собственником Владельцем Этого Размера Но Если мы Нажмем На размер То мы Увидим Что Рабочий Набор Вид План Этажа В отличие От элементов Модели Элементы Аннотации Не работают Немного По другому Они Принадлежат Рабочему Набору Вида Рабочий Набор Вида Ему В принципе Все равно Кто там Собственник В нашем Так вот Мы все Настроили Изначально Я уже Не уникаю В детали Почему Так Но Если Мы создаем Аннотацию Мы ее Создали Она Не принадлежит Нам Она принадлежит Рабочему Набору Вида Несмотря на то Что здесь У нас Рабочий Набор Тани Вот так Потому что Это Пользовательский Рабочий Набор А это Рабочий Набор Вид Ничего Не понятно Но вы поймите Как это Работает Это Это Основное Сейчас Таня Синхронизировалась По быстрым И в момент Синхронизации Зеленое Стало Серым То есть Освободилось Потому что Рабочий Набор Вид План Этажа Это Свободный Рабочий Набор А где Вообще Этот Рабочий Набор Находится Почему Мы его Не видели Это Вот такая Числа Будет Грызть Если Я вам Не расскажу А Вот здесь Находятся Виды То есть Мы Пользовательские Берем Виды То Тут Есть Все Наши Виды Шаблоны И так далее И видите Что Не все Свободные То есть Стоит Нет И нет Владельца Нет И нет Владельца И так Давайте И оставим Вернем Пользовательские Наши Которые Создавали Окей Синхронизируем Здесь Видим Что Размер Серый И если Человек Захотел Немножко Его Поправить Он Правит И Размер Становится Зеленым У него И Красным У соседа При этом Ничто Не мешает В этот Момент Тане Взять И продолжить Делать Размеры Главное Чтобы Они Одинаковых Размеров В одном Месте Не Создавали А то Ваня Тоже Может Взять Тут Размеры Нафигачить Не Знаю Что Тане Уже Это Сделал Вот Если Мы Сейчас Синхронизируем Синхронизация Быстрая И Тоже Будет Синхронизация Быстрая Мы Видим Что Тут Идет Наложение Размера Друг На Друг Чтобы Такого Не Получалось Тут Нужно Чисто По Человечески Разграничивать Кто Что Делает Или Чаще Синхронизироваться Перед тем Как Приступаешь К Новой Задаче Чтобы Удалить Размер Нужно Чтобы Он Был Серым Если Он Серый То В принципе Его Можно Удалять Удаляем И Сейчас Таня Ничего С ним Сделать Не Может Потому Что Если Таня Захочет Удалить У Мне Будет Разместить Запрос Поэтому Я Синхронизируюсь И Таня Синхронизируется Иногда Бывает Очередь Из этих Синхронизаций Но Я Лично Не Стал Потому Что Вообще Редко Работаю Совместно С кем То Только Сам С собой Хорошо Рабочий Набор Таня Редактирует Таня Таня Решила Эти Две Стены Удалить Удаляем Все Синхронизируем Синхронизируем Редактирование Рабочего Набора Вида Это Касалось Размера Очень Похожи Происходят Истории Если Таня Захотелось Изменить Масштаб Вида Она Нажимает Один Пятидесяти У нее Все Происходит Один Пятидесяти Но в этот Момент Если Ваня Захочет Изменить Масштаб Ну совпало У них Желание Но он Хочет Сделать Один Кста Ревит 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 Тем 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 Чтобы Отпустить Заимственные Элементы Нажимаем ОК Видите Таня Исчезла То есть Таня Теперь Перестала Быть Заемщиком И Ваня Может Спокойно Для начала Синхронизироваться Потому что Сейчас Модель Потеряла Актуальность Ревит Не дает нам Работать С неактуальной Моделью Он Вообще Всегда Сам Фоново Синхронизирует Маленькими Пакетами Различную Информацию Сами Тоже Думаю Заметили 150 Делает 1 к 100 Теперь Таня Уже Не сможет Работать С масштабом Это же Касается Детализации И Других Настрой Синхронизация Синхронизация Все Редактирование Рабочего Набора Нотации Мы только что С вами Прошли Плюсики Поставим Создавать Новое Семейство Можно Как в своем Так и в любом Другом Чужом Даже Наборе То есть В своем Свободном И в чужом То есть Я захочу Создать Что-то В Танином Я без проблем Это смогу Сделать Для этого Мне нужно Лишь Выбрать Таня Рабочий набор Таня Не подлежит Редактированию Но никто Не запрещает Нам ничего Создавать Я выберу Архитектура Компонент И ставлю Где-нибудь Уже Этот Диванчик За Таню То есть В ее Рабочем наборе Ставлю Диван Что Тут Она делала Это У нее На самом деле Это делал я Вот Берем Возвращаем Назад Себя Но при этом Мы являемся Заемщиками Этих двух Диванов Мы должны Их отдать Тане Поэтому Синхронизируем Но не быстро Напишем Таня Создал В твоем Рабочем Наборе Два дивана Они стали Красными Таня Синхронизирует Быстренько Потому что Ничего Она в это время Не делала И Мы Смотрим Рабочий набор Таня Редактирует Таня Хотя Таня Ничего Ни одного Усилия Не приложила Чтобы сделать Здесь Поставить Диваны Она может Экспорно Редактировать А вот Ваня Уже Ничего Не может С диванами Сделать Без Разрешения Таня Таким Образом Один человек Может Что-то Накидать Другому Человеку Типа Дать Задачу Вот Раскидай Вот Эту Мебель Правильно Расставь Второй Человек Будет Скрупулезно Копаться Расставлять Миллиметры Считать И так Далее Для этого Можно Использовать Данный Способ Создания Элементов Во всех Рабочих Наборах Можно Кстати Действовать Немножко По-другому Можно Создавать В никому Не принадлежащих Свободных Наборах Элементы Потом Синхронизировать И потом Если человеку Надо Он заберет Его себе Выделит Нажмет Таня И заберет Себе А если Не захочет Не заберет Такие Вот Свободные Радикалы Это мы Прошли Освобождение Неизмененных Заимствованных Элементов Бывает же Такое Что Мы Захотели Деван А потом Выяснилось Что Решили Для себя Что Блин Мы не хотим Менять Идеально Стоит Супер Просто Но Мы уже Во-первых Отправили Запрос На его Редактирование Вот Да Ваня Просит У Тани Прошу Тань Дай мне Его Отредактировать А потом Решай Блин Зачем Мне Не надо Мне Это Не надо А Таня Уже Ему Разрешила Таня Видит Что Ваня Просит И Предоставила Им Доступ К этому Дивану Но Ваня Ничего С ним Не Делал И Ему Как-то Нужно Сбросить Себя Вот Это Заимствование Которое Раздражает Вечно Вечно Ты кому-то Что-то должен В долг Типа берешь Не Не хочу Брать В долг Хочу Быстренько Отдать Но Для тех Элементов Которые Мы не Редактировали Можем Это Сделать Одним Прикольным Способом Нажимаем На Рабочие Наборы Выбираем Рабочий Набор Того Элемента Которым Мы Взяли Взаймы Но Не Редактировали Поймите Суть Этого Выражения То есть У элемента Есть Рабочий Набор В данном Случае Это Таня Мы Его Выделяем И Нажимаем Нередактируем В этом Случае Я исчезаю С заемщиков И Сразу Становится Красным Без Синхронизаций И даже Синхронизировать Ничего Не надо Очень Быстренько Не Измененные Элементы Возвращаются Назад С С С С С Вот В общем Я думаю Что За такой Практикой Если Вы За мной Все Повторяли Что Создавали Своё У вас Должна Была Сложиться Логика Того Как Взаимодействуют Между Собой Два Человека Если Будет Три Человека То И Три Будет Примерно Так Ж Как Стандартов И Так Далее Но Это Другая История Это Не История Ривита Это История Организации Больше Вот Каждый Конкретный Если У вас будут Вопросы Какие То Предложения Пишите В Комментариях Постараемся Разобраться Этот Подход Он Для Небольших Проектов То Есть Вообще Работа В Одном Файле Она Подразумевает Под Собой Что Не Будет Это Большой Комплекс Двадцатиэтажный Нет Это Будет Небольшие Квартиры Дома Там Бэткоттедж Да Покрупнее Но Но Не Сильный Большие Объекты Потому Что Очень Можно Запутаться С Этими Рабочими Наборами И так Далее То Есть Большая Вероятность Поплыть Во Всем Этому И Некому Будет Все Это Вернуть В Нормальное Состояние И Теперь Журнал Что такое Журнал Давайте Откроем Журнал И посмотрим Что же Это Такое На вкладочке Совместная Работа Есть Кнопка Показать Журнал Выбираем Рабочий Стол И файл Хранилищ Тестовый Проект Нажимаем Открыть Но открывается Не файл А открывается Журнал В котором Показываются Наши Сохранения И комментарии Которые Мы делали Так Можно Посмотреть Кто Что делал За день Ну так Приблизительно И сколько Раз Файл Вообще Синхронизировался И кто Когда Что Менял Если же Случилась Беда И файл Перестал Открываться То нужно Восстановить Как это Сделать Нажать На кнопочку Восстановления С резервной Копии Найти Файл Хранилища И рядом С ним На рабочем Столе Будет Папочка Бэкап Открываем Эту папочку И нажимаем Открыть Эревит Нам Находит Все доступные Бэкапы Последние Бэкапы От Тани Ивана 2 от Тани 2 от Ивана Дальше Мы можем Выбрать Какой-то Из Файлов Нажать Сохранить Как Сохранить Сохранить Куда-нибудь Вообще В любое Место Открыть Посмотреть Открыть Посмотреть Если нас все устраивает Мы говорим Все закрываем Revit Все закрываем Файл И пересохраняем Файл Хранилища Вот То, что у нас Есть Если нас это устраивает Мы берем Файл Сохранить Как Проект Тестовый проект Ну так как У меня сейчас Открыто Открыт Тестовый проект Который я хочу Заменить То есть Файл Хранилища Вне Прочине Так как Таня и Ваня Не закрыли Программы И я сейчас Не могу Это за них Закрыть Я этого Делать Уже Не буду Но Для того Чтобы Перезаписать Файл Хранилища Нужно Чтобы Все Кто Работает С файлом Хранилища В этот Момент Закрыли Девит И Тогда Все Пройдет Гладко Мы Просто Пересохраним Файл Хранилища И Заново Откроем Его Файл Закрыть Синхронизировать С файлом Хранилища Здесь Тоже Делаем То же Самое И Кстати Да Вот Вы День Поработали Сохранить Локально И Когда Мы Закрываем Файл Нам Нагад Предлагает Освободить Неизменные Элементы И Рабочие Наборы И Сохранить Пренадлежность Элементов Рабочих Наборов Когда Мы Нажимаем Сохранить Мы Оставляем Все Заимственные Элементы Всякие Диваны Там Себе Чтобы Перейти И Мочь Их Редактировать Несмотря На то Что Они Не Твои Правильно Конечно Будет Освободить Вот У нас Два Закрыть Освободить Хорошо И Теперь На следующий День Поработали Сделали Какой-то Проект На следующий День Мы Не Приходим И Не Открываем Просто То Что У нас Находится В документах Где-то Я вам Показывал Вот Они Документы Тестовый Проект Таня Тестовый Проект Нет Что Мы Делаем Мы Нажимаем Открыть Убираем На рабочем Столе Тестовый Проект И Создать Новый Локальный Галочку Взять Наставить Нажимаем Открыть И Вот В этом Случае Нам Предлагает Заменить Существующую Копию То есть Заменить Тот файл Который Есть Если Мы Уверены Что Можно Заменить То Заменяем Не боимся Ничего Потерять Если Хотим Сохранить Старый Файл Просто С другой Подписью Нажимаем Добавить Темпель Даты Времени Существующей Копии И Работаем Уже В этом Файле То есть Нет Такого Что Мы Работаем С Каким То Одним Файлом Это Наш Отличный Мы С Ним Работаем Нет Мы Просто Каждый Раз Заходим И Отпочковываем От Нашего Файла Хранилища От Нашей Базы Себе То Что Актуален На данный Момент Вот Тестовый Проект И Видите Что Появился Старый Проект И Все И Вот Тестовый Проект Старый А Это Новый Проект Стата И Времени Все Именно Так Оно Делается Не Забываем Про Это Каждый Раз Заходим И Каждый Раз От Пачков Матфайла Хранилища И Работаем С этим С Лепком Можно Сказать Каждый Раз С Актуальным Потому Что Если Будем Работать Всегда В Одном Это Может Производить Так Что У Нас Там Одно А в Файле Хранилища Абсолютно Другое И Мы Не Можем Состыковаться И Тогда Все Наша Работа Попрапал Зря Море Слез Соплей И Ничего С этим Не Поделаешь Надеюсь Это Было Полезно Я Подписался Старался Если Вам Понравилось То Обязательно Не Знаю Пользуйтесь Просто Рад Был Помочь И Кстати Да Если Вам Вообще Интересен Интерьерный Ревит То Записывайтесь На мой Интерьерный Курс Ссылка На Все Курсы Есть У Нежно Там Я Рассказываю С нуля Как Создать Обмерный План План Монтажа Демонтажа Все 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 Планы Которые Нужны Дизайнерам Интерьера Если Вам Это Интересно Если Вы Переходите На Ревит Хотя Если Вам Интересна Совместная Работа То Вы Скорее Всего Перешли На Ревит Не Совсем Попал Ну Ладно В принципе Это В любом Случае Если Вам Интересны Интерьеры Это Ко Мне С вами Был Иван Залев Вступайте В чат Телеграм Там Крутые Ребята Отвечают На Вопросы Я Тоже Наверное Отвечаю На Вопросы И Вообще Там Весело И Уютно С Вами Был Еще Раз Иван Залев Всем Пока